Многолетние цветущие и декоративно-лиственные растения не только очень красивы, но они вообще незаменимы, потому что они составляют свою постоянную основу сада. Многолетние обычно продают либо корневищами, либо уже подрощенными растениями в горшочках. Стоят они достаточно дорого. Хотите сэкономить? Тогда выращивайте их самостоятельно из семян. Многолетние растения живут много лет и поэтому не спешит. Да и рассада у него, сходы обычно бывают редкие и очень слабенькие. Конечно, сеять нужно не на клумбу, а в специальные емкости для рассады. А вот ее уже можно вывозить на дачу и высаживать на постоянное место жительства. Дело в том, что у многолетников даже в контейнере всходит лишь малая часть семян. А те, что проросли в земле, легко могут погибнуть. Их просто задавят сорняки, которые и растут быстрее, и к открытому грунту привычнее. Вот почему грунт сеять – это не метод. Вот почему у многих неудачи случаются на дачных участках, когда они стараются вот эти купленные красивые пакетики с семенами посеять непосредственно в грунт. Не забывайте, что взрослые многолетники зимуют в открытом грунте в саду. Таким образом они проходят весь природный цикл. Такое же испытание нужно устроить и их семенам. Заверните посадочный материал в плотную бумагу и положите в холодильник дней на 10. Потом занесите будущие растения в теплое помещение и выдерживайте два дня в темноте. И сутки на солнечном свете. Только после этого их можно сеять. Многолетники лучше бы вообще высаживать в августе. Весна – вещь рискованная. Они еще не очень большие, не очень сильные. И поэтому есть риск их тоже потерять в открытом грунте. Сажать многолетники лучше в пластиковые горшочки, ведь тут они проведут не менее 6 месяцев. Возьмите любой, но не кислый грунт. Рассыпьте по его поверхности посадочный материал. Смешайте с землей и полейте. Сверху накройте полиэтиленом. Чтобы семена проросли, температура в помещении должна быть 20-25 градусов по Цельсию. Потом ее можно понизить до 15-18. Обязательно обратите внимание на освещение. При недостатке света ростки будут слабыми. Но приготовьтесь к тому, что из всего пакетиков зайдет только одно-два растения. Это вот правила жизни многолетников. Они не всходят дружно. Но это уже результат, потому что одно растение превратится в крепкий саженец, который мы потом в августе, под осень, высадим в открытый грунт. И у вас будут замечательные цветы, которые будут радовать вас весь сезон.